В Кесарии был некий муж по имени Корнилий, сотник из полка, называемого Италийским, благочестивый, боящийся Бога со всем домом своим, творивший много милостыни народу и весьма молившийся Богу. Он в видении ясно видел около девятого часа дня ангела Божьего, который вошел к нему и сказал ему «Корнилий!» Он же взглянув на него и испугавшись сказал «Что, Господи?» Ангел отвечал ему «Молитвы твои и милостыни твои пришли на память пред Богом». Итак, пошли люди в Иопию и призови Симона, называемого Петром. Он гостит у некого Симона, кожевника, дом которого находится у моря. Он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой. Когда ангел, говорившись с Корнилием, отошел, то он, призвав двоих из своих слуг и благочестивого воина, находившись при нем, и рассказав им все, послал их в Иопию. На другой день, когда они шли и приближались к городу, Петр около шестого часа взошел наверх дома помолиться, и почувствовал он голод и хотел есть. Между тем, как приготовляли, он пришел в выступление и видит открытое небо и сходящий к нему венекий сосуд, как бы большое полотно, привязанное за четыре угла и опускаемое на землю. В нем находились всякие четвероногие животные и присмыкающиеся земли, и птицы небесные. И был голос к нему, встань, Петр, заколи и ешь. Но Петр сказал, нет, Господи, я никогда не ел ничего скверного или нечистого. Тогда во второй раз был голос к нему, что Бог очистил, того ты не почитай нечистым. Это повторилось трижды, и сосуд опять поднялся на небо. Когда же Петр недумевал в себе, что бы значило видение, которое он видел, вот мужи, посланные Корнилием, расспросив о доме Симона, остановились у ворот. И крикнув, спросили, здесь ли Симон, называемый Петром? Между тем, как Петр размышлял о видении, дух сказал ему, вот три человека ищут тебя. Встань, сойди и иди с ними, нисколько не сомневаясь, ибо я послал их. Петр, сойдя к людям, присланным к нему от Корнилия, сказал, я тот, которого вы ищете. По какому делу пришли вы? Они же сказали, Корнилий, сотник, муж добродетельный и боящийся Бога, одобряемый всем народом иудейским, получил от святого ангела повеление призвать тебя в дом свой и послушать слов твоих. Тогда Петр, пригласив их, угостил, а на другой день, встався, пошел с ними. И некоторые из братьев Иопийских пошли с ним. На следующий день пришли они в Кесарию. Корнилий же ожидал их, созвав родственников своих и близких друзей. Когда Петр входил, Корнилий встретил его и поклонился, впав к ногам его. Петр же поднял его, говоря, встань, я тоже человек. И беседуясь с ним, вошел в дом и нашел многих собравшихся. И сказал им, вы знаете, что иудею возбранено сообщаться или сближаться с иноплеменником. Но мне Бог открыл, чтобы я не почитал ни одного человека скверным или нечистым. Поэтому я, будучи позван, и пришел беспрекословно. И так спрашиваю, по какому делу вы призвали меня? Корнилий сказал, четвертого дня я постился до теперешнего часа и в девятом часу молился в доме своем. И вот встал предо мной муж в светлой одежде и говорит, Корнилий, услышана молитва твоя, и милостыни твои воспоминались перед Богом. И так пошли в Иопию и призови Симона, называемого Петром. Он гостит в доме кожевника Симона у моря. Он придет и скажет тебе, Та час я послал к тебе, и ты хорошо сделал, что пришел. Теперь все мы предстоим пред Богом, чтобы выслушать все, что повелено тебе от Бога. Петр отверз уста и сказал, Истинно, познаю, что Бог нелицеприятен, но во всяком народе боящийся Его, поступающий по правде, приятен Ему. Он послал сынам Израилевым Слово, благовествуя мир через Иисуса Христа. Все есть Господь всех. Вы знаете происходившее по всей Иудее, начиная от Галилеи, после крещения, проповеданного Иоанном. Как Бог Духом Святым и силой помазал Иисуса из Назарета, и Он ходил, благотворя и исцеляя всех, угнетаемых дьяволом, потому что Бог был с ним. И мы свидетели всего, что сделал Он в стране иудейской и в Иерусалиме, и что, наконец, Его убили, повесив на древе. Всего Бог воскресил в третий день и дал Ему являться. Не всему народу, но свидетелям, предызбранным от Бога, нам, которые с Ним ели и пили по воскресению Его из мертвых. И Он повелел нам проповедовать людям и свидетельствовать, что Он есть определенный от Бога судья живых и мертвых. О Нем все пророки свидетельствуют, что всякий, верующий в Него, получит прощение грехов именем Его. Когда Петр еще продолжал эту речь, Дух Святой сошел на всех, слушавших Слово. И верующие из обрезанных, пришедшие с Петром, изумились, что дар Святого Духа излился и на язычников. Ибо слышали их говорящими языками величайших Бога. Тогда Петр сказал, «Кто может запретить креститься водой тем, которые, как и мы, получили Святого Духа, и велел им креститься во имя Иисуса Христа?» Потом они просили Его пробыть у них несколько дней. Услышали апостолы и братья бывших иудеев, что язычники приняли Слово Божие. И когда Петр пришел в Иерусалим, обрезанные упрекали его, говоря, «Ты ходил к людям необрезанным и ел с ними». Петр же начал рассказывать им по порядку, говоря, «В городе Иопии я молился и в вступлении видел видение. Сходил некий сосуд, как бы большое полотно, за четыре угла спускаемое с неба, и спустилась ко мне. Я посмотрел в него и, рассматривая, видел четвероногих земных зверей, присмыкающихся и птиц небесных. И услышал я голос, говорящий мне, «Встань, Петр, заколи и ешь!» Я сказал, «Нет, Господи, ничего скрепного или нечистого никогда не входило в уста мои». И отвечал мне голос, «Сторично с неба, чтоб Бог очистил того, что ты не почитай нечистым». Это было трижды, и опять поднялось все на небо. И вот в тот самый час стали перед домом, в котором я был три человека, позванные из Кесарии ко мне. Дух сказал мне, чтобы я шел с ними, нисколько не сомневаясь. «Пошли со мной и эти шесть ребрадьев, и мы пришли в дом того человека. И рассказал нам, как он видел в доме своем ангела, святого, который встал и сказал ему, «Пошли в его пыль у людей, и призови Симона, называя его Петром. Он скажет тебе слова, которые мне спасешь, что ты и весь дом твой». Тогда же начал я говорить, «Сошел на них Дух Святой, как и на нас вначале». Тогда вспомнил я слова Господа, как Он говорил, «Иоанн крестил водой, а вы будете крещены Духом Святым». Итак, если Бог дал им такой же дар, как и нам, верующим в Господа Иисуса Христа, «То кто же я, чтобы воспрепятствовать Богу?» Выслушав это, они успокоились и прославили Бога, говоря, «Видно, и язычникам дал Бог покаяние в жизнь». Между тем, рассеившиеся от гонения бывшего после Стефана пошли до Финикии и Кипра, и Антиохии, никому не проповедуя слова, кроме иудеев. Были же некоторые из них киприоты и киринейцы, которые, придя в Антиохию, говорили элитам «Благовествия Господа Иисуса!» и была рука Господня с ними, и великое число, уверовав, обратилось к Господу. Дошел слух об этом до церкви Иерусалимской, и получили в Антиохию. Он, прибыв, увидел благодать Божию, возрадовался и убежал всех, держаться Господа искренним сердцем, ибо он был муж добрый и исполнительный, Духа Святого и веры. И приложилось довольно народа к Господу. Потом Варнава пошел в Тарс искать Савва и, найдя его, привел в Антиохию. Целый год собирались они в церкви и учили немалое число людей в Антиохии. И в Антиохии первые стали называть учеников христианами. В те дни пришли в Иерусалим в Антиохию пророки, и один из них по имени Гав став предозвестил духом, что по всей вселенной будет великий голод, который и был при Кесаре Клавдии. Тогда ученики решили каждой по достатку своему послать помощь братьям живущим в Иутее, что и сделали, послав собранное пресвитером через Вагналу и Савла.